Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Действенные способы избавления от лишнего веса. Похудеть сложно, но похудеть так, чтобы сохранить здоровье, еще сложнее. Если у вас нет веской причины для сброса веса, можно постепенно вырабатывать у себя полезные привычки и терять вес, не теряя здоровье. Вот 58 вариантов, как похудеть, из которых можно выбрать самые лучшие и разработать собственный план для похудения. Несмотря на то, что эффективность многих способов научно доказана, они подходят далеко не всем. Попробуйте самое интересное и решите, что подойдет именно вам. Советы по питанию. В одном исследовании выяснилось, что на количество съеденных продуктов влияет, в первую очередь, наше сознание, а не чувство голода. В эксперименте участвовали две группы студентов. Они получили задание положить себе столько куриных крылышек, сколько хочется съесть, а потом вернуться за добавкой. После первой порции официанты забрали с половины столов тарелки с костями, на других столах оставили все как есть. После этого студентам предложили взять себе добавку. Участники, видевшие количество костей от съеденных крылышек, положили себе меньше еды, чем те, что сидели рядом с пустыми тарелками. Это доказывает, что наше сознание влияет на размер порции в первую очередь. Одни студенты видели, что съели уже достаточно, и их сознание подавало сигнал, что пора заканчивать трапезу, в отличие от других, что сидели за пустыми тарелками, а значит еще не наелись. Многие трюки, которые вы увидите ниже, как раз основаны на психологических особенностях человека, другие – на чисто физиологических процессах. 1. Используйте голубые предметы. Посуда голубого цвета подавляет аппетит, поскольку голубой цвет меньше всего сочетается с цветом большинства продуктов. Исследование показывает, что чем эстетичнее и гармоничнее выглядит ваша еда на тарелке, тем больше вы съедите. Небольшой, но полезный трюк. 2. Ешьте чаще. Если вы пропускаете перекусы в течение дня, это не обязательно приведет к снижению веса, поскольку замедленный обмен веществ может сделать свое дело. Есть меньше, чем три раза в день, может быть полезно для тех, кто страдает ожирением, однако пропуск приема пищи в течение дня может обернуться обжорством ночью. Кроме того, неравномерные приемы пищи чреваты скачками уровня инсулина, что повышает риск заработать диабет. Так что лучше есть три раза в день и перекусывать между приемами пищи, чтобы поддерживать стабильный уровень инсулина. 3. Увеличивайте периметр. В следующий раз, когда вам понадобится сходить в магазин, обходите торговый зал по кругу. Это нужно не для того, чтобы медленнее подбираться к продуктам, а чтобы не попасться на уловки магазинов. Все полезные продукты, как правило, располагаются ближе к стенам и дальше, а в самых доступных рядах размещают вкусняшки, которые не очень полезны для фигуры. 4. Наполните холодильник. Выходной день съездите в магазин и наполните свой холодильник полезными продуктами. Пусть свежие фрукты и овощи всегда будут под рукой, а в морозилке лежат замороженные ягоды и вегетарианские смеси. Наверняка после работы вы не пойдете за очередной вредной вкусностью, а используете то, что есть у вас в холодильнике. В результате вы будете потреблять меньше калорий и больше витаминов. 5. Ешьте в первой половине дня. Пропускать завтрак, чтобы сохранить аппетит к ужину, не самая правильная стратегия. Однако надо продумать свое меню. Одно исследование показало, что количество калорий, которые вы потребляете утром, сильно влияет на размер вашего ужина и обеда. Так что вы можете рассчитать, сколько калорий хотелось бы получить от обеда и ужина и составить. 6. Распределите запасы. Положите ближе полезные продукты. Бобы, орехи, цельнозерновые продукты. Каждый раз, открывая шкафчики, вы в первую очередь будете видеть полезные продукты и использовать их в своем рационе. При этом у вас не будет чувства, что вы себя в чем-то ограничиваете, а значит не будет срывов на вредные закуски. 7. Ешьте подальше от кастрюли сковородок. Если вы едите рядом с салатницей, сковородой и противнем, из которых всегда можно взять себе добавки, вы не сможете удержаться. Поэтому положите себе порцию, которая вас устраивает, и уберите оставшуюся еду из зоны досягаемости, по крайней мере, со стола. После того, как вы доили одну порцию, подождите какое-то время, минут 10-15, и после этого решите, хотите ли вы добавки. Насыщение приходит чуть позже, чем вы заканчиваете есть, так что к тому моменту вы как раз почувствуете сытость и не станете объедаться. 8. Используйте маленькие тарелки. Это еще одна психологическая фишка. Если у вас большие тарелки, нормальная порция будет смотреться на ней неубедительно, так что вы всегда будете накладывать себе больше еды. Попробуйте взять маленькую тарелочку, в два раза меньше, чем обычно, порция будет казаться в ней настоящим пиром, так что ваше сознание отметит, что этого достаточно. 9. Пережевывайте медленно. Чем медленнее вы жуете, тем полезнее для организма становится еда. Хорошо пережеванная пища лучше переваривается, и вы помогаете своему желудку усвоить все полезные вещества. Кроме того, чем медленнее вы жуете, тем меньше съедите. Пока вы пережевываете пищу, придет насыщение, и вам не потребуется добавка. 10. Убирайте пищу с глаз долой. Сделайте так, чтобы остатки вашего обеда, которые не влезли, пребывали до следующего перекуса в холодильнике, а не на столе. В противном случае вы дойдите их через полчаса-час, и не от чувства голода, а скорее от чувства незавершенности. 11. Прогуляйтесь. После ужина лучше не оставаться на кухне, а еще лучше пойти прогуляться. Телу требуется около 20 минут, чтобы понять, что вы наелись. За это время глюкоза проникает в кровь, и чувство, что вам надо добавки, проходит. 12. Перекусите перед ужином. Если незадолго до ужина вы немного перекусите, например, съедите стаканчик йогурта или какой-нибудь фрукт, чувство голода несколько снизится, и вы не накинетесь на еду. Здесь, опять же, большое значение имеет ваш разум. Чувствуя сильный голод, вы, скорее всего, съедите больше, чем нужно для его утоления, и только потом, вставая из-за стола, поймете, что объелись. Приступая к еде без сильного голода, вы съедите ровно столько, сколько нужно для сытости. 13. Никакой информации. Если вы едите перед телевизором или за книгой, у вас все шансы на обжорство. Получая информацию, вы не замечаете, когда наелись, не чувствуете вкуса и запаха пищи. Кроме того, это становится привычкой, и вы постоянно будете жевать что-то за просмотром фильмов или чтением. 14. Только фрукты на столе. Уберите со стола вазочку с конфетами, а с офисного стола – с леденцами. Спрячьте подальше печенюшки, например, в самый нижний ящик стола. Дома на столе оставьте только полезные продукты, например, свежие фрукты. Так вы сможете перекусить, когда захочется, и в то же время не набрать лишних калорий. 15. Много белка. Белок помогает набрать здоровый вес, мышечную массу, поэтому существует много белковых диет. Вегетарианцы могут получать белок из чечевицы и сои. 16. Жиры тоже нужны. Растительное или сливочное масло – это много калорий, но есть и другие продукты с высоким содержанием жиров. Например, авокадо, бананы, яблочное пюре. Даже в диетическом рационе должны присутствовать жиры, потому что они необходимы нам для переработки и усвоения многих витаминов. Кроме того, они помогают нам почувствовать себя сытыми. Так что включайте в свой рацион авокадо, рыбу, орехи и семечки. Конечно, в меру. 17. Держитесь подальше от простых углеводов. Чувство голода зависит от уровня сахара в крови. И простые углеводы, которые содержатся в сладостях, выпечке и белом хлебе, быстро убирают чувство голода, но способствуют накоплению жира. Вместо этого старайтесь есть побольше цельнозерновых продуктов, включая пасту, ржаной хлеб, различные крупы. Сложные углеводы долго расщепляются, не способствуют накоплению жира и обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, а значит, чувство сытости. 18. Добавляйте овощи в разные блюда. Чтобы сократить количество калорий, вы можете заменять половину своего блюда овощами. Например, вместо сыра добавить в макароны овощей, добавляйте их в омлеты, запеканки и каши. Овощи содержат большое количество клетчатки, за счет которой вы дольше чувствуете сытость. Кроме того, вы съедите такое же количество пищи, а калорий получите меньше. 19. Заменяйте высококалорийные продукты. Если вы не можете отказаться от любимых блюд, можно по крайней мере снизить их калорийность. Например, вместо жирного майонеза и сметаны добавлять в салат более легкие заправки или сделать легкий майонез собственного приготовления. 20. Острые соусы. Каенский перец и красный соус спайси могут не только ускорить метаболизм, но и защитить от желания съесть что-нибудь жареное, сладкое или соленое. Некоторые исследования даже предполагают, что острые блюда помогают лучше усваивать жиры и использовать их как топливо для организма. 21. Жевательная резинка. Если во время приготовления пищи вы будете жевать жвачку без сахара, каждый третий кусочек не отправится к вам в рот. Исследования показывают, что жвачка может снизить тягу к сладким и соленым блюдам и уменьшить аппетит между приемами пищи. 22. Меньше соков, больше фруктов. В современных соках, кажется, больше сахара, чем натурального сока, а стопроцентные соки стоят дорого. В любом случае лучше съесть настоящий фрукт, в котором нет искусственного сахара, зато много клетчатки. 23. Не запрещайте, а отвлекайтесь. Тяга к еде – это нормально, так что не стоит строго запрещать себе есть и ругать за каждый срыв. От этого становится только хуже, вы чувствуете себя виноватым и заедаете чувство вины. Вместо этого признайте, что это нормально, а во время тяги к еде попробуйте отвлечь себя чем-нибудь, например, любимым занятием. Займитесь творчеством, сходите в спортзал, погуляйте с друзьями или в одиночестве. Есть куча способов забыть о еде. 24. Половина порции. Попробуйте такой трюк, положите себе привычную порцию, а потом разделите ее пополам и уберите половину. Медленно ешьте, концентрируясь именно на еде, а не на телевизоре или книге. Скорее всего, вы почувствуете насыщение прежде, чем подумаете, что за фигня. Мне точно не хватит половины, чтобы наесться. Есть еще один плюс у этой методики – вам придется готовить в два раза реже, ведь остатки своей порции всегда можно доесть в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует...